21-й стал веком высоких экономических рисков. Финансовые инвестиции частного капитала могут не только обогатить владельца, но и совершенно его разорить. Точный прогноз того, как будет работать капитал и будет ли он вообще работать, даст не каждый специалист. Некоторые эксперты считают, чтобы заставить деньги работать на себя, нужно с детства приучаться к азам экономики. Мы сегодня урок будем делать вместе. Урок будет построен на уровне вопросов, на которые ребята должны отвечать. Мы, соответственно, корректируем, поправляем и даем какую-то дополнительную информацию. Воспитание финансово-грамотного поколения – это одно из ключевых направлений работы государства. Свою лепту в общее дело вносит и общественность Одинцовского района. Актуальность проблемы мы с вами знаем. Финансовые грамотности, к сожалению, в школе у нас не учат. Начинается у нас экономика только с 10 класса и то в профильных классах. Поэтому, я думаю, вызовет живой интерес. Активисты провели урок финансовой грамотности для восьмиклассников в школе «Дружба». Вскоре многие из этих ребят отправятся в вузы, где их ждут полноценные программы микро- и макроэкономики. На этот раз они узнали азы этих наук. Цель данного урока – донести нашим юным и молодым гражданам России, рассказать про деньги, про финансы, в целом про денежные обороты финансов в повседневной жизни каждого человека. Общественники рассказали школьникам о деньгах и их функциях, о налогах и молодежном предпринимательстве. Особое внимание уделили роли бизнесменов, занимающихся социально важной работой. Это люди, например, которые занимаются с детьми, которые делают дополнительное образование. Это предприниматели, которые организовывают частные детские сады по присмотру, которые работают с детьми. Общественная палата Одинцовского района не в первый раз проводит тематические уроки. Их популярность среди школьников показывает, что занятия достигают своих целей. Святослав Савенков, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.